Законодательное собрание Для реализации закона в областном бюджете имеются необходимые средства – около 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Мы объездили все районы нашей области, встречались с самыми разными категориями наших граждан, с коллективами, общественными организациями, получили более 100 предложений и разных идей. И кречку выслушали, конечно, тоже обязательно. Результатом этих встреч стали предложения, отправленные в Москву. И, разумеется, принятый сегодня законопроект. Он стал первым действующим пунктом работы по улучшению жизни старшего поколения. Не исключено, что в дальнейшем будут приниматься и другие дополнительные меры. Второй закон связан с представлением земельных участков многодетным семьям. Документы утвердили во втором чтении. Мы отменяем критерии дуждаемости, поэтому семьи, которые являются многодетными, признанными таковыми, они могут получить бесплатно земельный участок для строительства индивидуального жилого дома и введения подсобного хозяйства. Уже сформированы и готовы к представлению 258 земельных участков. Из них почти половина в городе Ульяновске. В заключение заседания депутаты пятого созыва выслушали доклад сенатора Сергея Рябухина о работе чрезвычайной комиссии по вопросам здравоохранения. За пару недель она смогла решить несколько вопросов, мешавших медицинской отрасли и регионы. Были найдены деньги для выплаты зарплат медикам, обеспечения лекарствами и горючьи смазочными материалами. Но на этом ее деятельность не закончилась. В бюджете следующего года должно быть не менее 10,5 миллиардов рублей. Тогда мы расшиваем все вопросы, убираем генерирующие долги и кредиторскую задолженность и выходим на стабильный уровень развития. Еще одно предложение касается совершенства ненормативно-правовой документации и питания в лечебных учреждениях. Ориентироваться оно должно на передовой опыт, существующий в стране. Уже в это воскресенье будет выбор нового состава законодательного собрания. Ну а нынешние депутаты напоследок сумели плодотворно поработать, чтобы оставить своим преемникам поменьше нерешенных проблем. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин